Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в нашей законченной квартире площадью 72 квадратных метров и сегодня я вам сделаю очень классный обзор, потому что здесь очень много прикольных решений а в конце видео немножко расскажу о стоимости этой квартиры под ключ Плиточник Плиточник, я на него просто молюсь То есть основная претензия сейчас это затянули по срокам Пусть лучше вас ненавидят 2 месяца за сроки, чем всю оставшуюся жизнь за качество Начнем с вами с прихожей Во всей квартире не делалась никакая гладкая покраска, только декоративная штукатурка на кухне и во всей квартире сделаны флизелиновые обои Это мега практичные обои, они износостойкие, они легко моются Если вы выберете вот с таким вот рельефом по декоративную штукатурку то на ровных стенах стык вы просто не сможете найти Далее, естественно, при входе есть выключение света и самое главное в квартире современной это мастер свет Он позволяет выключить весь свет в квартире, когда вы уходите из нее То есть ни в коем случае его не используем, когда у вас кто-то в квартире остался иначе он будет сидеть без света Также, если у вас маленькие дети, рекомендую его поднимать повыше на уровень метр пятьдесят, чтобы они просто не баловались Далее, входная дверь Самое практичное решение это отделывать откосы входной двери из добора с наличником Если вы здесь делаете гладкую покраску или эти же самые обои вы будете постоянно ходить, шаркать поэтому, естественно, все это через пару лет придет негодность и будет смотреться просто ужасно Смотрите, небольшой лайфхак Если вы не хотите куда-то устанавливать отдельно на стену зеркало вы можете его установить на фасад входной двери И обязательно фасад заказываем в одном стиле с добором и наличником и с межкомутными дверьми По-моему, очень классное решение особенно если у вас очень маленькая квартира она позволит вам иметь такое большое хорошее зеркало Что еще очень важно и интересно Посмотрите, коробка двери тоже перекрыта наличником Всегда просите у дверщиков, чтобы они так делали, чтобы коробка не выделялась И самое главное, снизу, когда вы ставите наличник у вас перекрывается зазор демпферный между плиткой и кварцвинилом и дверью чтобы здесь потом не ставить никакие уголки, не делать никакие силиконы Очень интересно здесь сделано прихожая Как здесь получилось по планировке? С этой стороны сделано прихожая и санузел в ту сторону уменьшен А вот здесь, внутри с той стороны находится санузел и здесь за стеной находится душевая кабина Очень интересное решение Во-первых, здесь есть крючки для размещения временной одежды Вон там вот находится шкаф Полноценная гардеробная, куда вы можете всю одежду убрать внутрь и хранить ее там И что мне здесь очень нравится? Первое, здесь есть полочка для хранения обуви снизу Но я бы лучше сделал бы их открытыми, чтобы каждый раз не открывать И посмотрите вот на этот пенал Доступ к нему находится вот отсюда Открываем И здесь у нас с вами находятся два щитка Силовой с автоматами Все распределено по группам Обратите внимание В квартире 72 квадрата Сколько должно быть группы автоматов То есть здесь не менее 750 погонных метров кабеля раскинуто Далее второй щиток слаботочный Здесь у нас с вами находятся трансформаторы Которые как раз таки необходимы для различных светодиодных подсветок И помимо того, что они на нас ставятся где-то в шкафах Вы можете вот таким образом их разместить в слаботочном щитке На полу уложен кварцвинил Он уложен единым контуром, кроме санузлов Он практичный, не боится воды Поэтому его спокойно можно стелить и в коридоре Под него также можно сделать электрический теплый пол Но, внимание, греть его можно максимум 27 градусов Больше кварцвинил греть нельзя Еще одна интересная особенность Посмотрите, у нас сначала была установлена мебель Потом сделан натяжной потолок Благодаря этому теневой профиль Посмотрите, идет по всему периметру Если вы сделаете наоборот, у вас профиль будет заходить внутрь стены И потом к нему мебель, это будет смотреться некрасиво А вот это максимально красиво Но некоторые говорят, что у этого есть минус Что если тебя затапливают соседи То вода сразу же попадает на мебель и может ее испортить Поэтому рекомендую сразу же страховать свою квартиру Чтобы если вам кто-то что-то испортил Вы были застрахованы и потом все могли восстановить Еще важный момент, это крючки Я, например, обожаю, когда есть прихожие с крючками Для меня было бы очень тяжело открывать шкаф Постоянно туда на вешалку убирать одежду Для меня лично надо пришел Быстро на крючки скинул Обувь сюда поставил И побежал по своим делам Напишите в комментариях, у кого так же Также обратите внимание, что Встроенная мебель стоит на подиуме Это сделано специально Чтобы у нас скрытый плинтус с подсветкой Шел по всему периметру То же самое можно делать, если у вас обычный плинтус Чтобы его не прерывать, не было разрывов и некрасивых соединений Ну и невозможно не отметить вот такую вот ложечку Мортал Комбат, кстати Классная штука, да? О! 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 Мальчику 36 лет По всей квартире сделаны натяжные потолки Современной системой Стройных трековых светильников Это очень классное топовое решение Всем рекомендую на них накопить Хотеть, желать, мечтать И у себя их поставить Во-первых, светильников можно ставить сколько угодно Их можно ставить с блютуз управлением Менять холодный теплый свет и прочее Очень классное решение Очень современное Я думаю, оно очень много лет не будет устаревать Далее, вот здесь у нас внешний находится встроенный шкаф Точно также был смонтирован до потолка Поэтому у нас с вами идет полностью теневой профиль Его видно И это смотрится очень современно и красиво И также шкаф стоит на подиуме Это очень классное решение Применять его у себя, чтобы потом не подрезать плинтус По левой стене у нас с вами сделана фреска Если вы посмотрите И стоит скрытая дверь Очень красиво это смотрится Далее мы с вами попадаем в санузел Обратите внимание, что заказчик очень классно подобрал кварцвинил Кварцвинил и керамогранит Да, они немножко не сходятся по размеру Но тем не менее по цвету очень похожи Кварцвинил в санузел Ни в коем случае не рекомендую стелить Чтобы вам не говорили У кварцвинила не герметичные стыки И если вы его не приклеите к полу Вода в эти стыки будет попадать Потом будет находиться под этим кварцвинилом И естественно там появится плесень Ну как бы в теории вы можете завести сюда кварцвинил Тогда его вам придется клеить по всей квартире А это будет стоить очень больших денег Кстати, если вам нужен качественный ремонт Или крутой дизайн проект В Питере, Москве, Казани, Краснодаре и Сочи Команда Николая Лабремонт К вашим услугам В описании оставим ссылку и номер телефона Далее мы с вами попадаем в санузел 4,5 квадратных метра И вот как раз видите здесь выступ За ним находится прихожая со стороны коридора А вот здесь находится ниша с душевым подиумом Со стеклением Вот таким образом у нас открывает с вами стекло Есть небольшой порожек Обратите внимание для того чтобы вода Не переливалась Сделана разуклонка Стоит трап лоток фирмы Вижу что это ТС Здесь декоративная зеленая плитка Смеситель встроенной системы i-Box между прочим Широкоформатный керамогранит 60 на метр двадцать Вентилятор Натяжной потолок Также система Еврокраб И здесь сделана ниша с полочкой из керамогранита Это довольно дорого Потому что все это ручная работа за пилами А внешние углы отделываются эпоксидной затиркой Также обратите внимание что все внутренние углы Без исключения проходятся силиконовым герметиком Под цвет затирки Никакая цементная затирка туда не делается Эпоксидная Потому что стены очень часто сделаны из разных материалов Они подвижны Если вы внутренний угол сделаете цементную затирку Она точно треснет А эпоксидкой есть шанс что треснет Поэтому у нас в лабремонт Все внутренние углы всегда делаются силиконовым герметиком Под цвет затирки Тогда никаких трещин не будет А это очень важно Потому что если вы здесь моетесь Вода как раз таки В внутренних углах стоит дольше всего Из-за поверхностного натяжения И может попадать внутрь стены Если не будет здесь у вас все герметично Точно так же все примыкания подиума У нас тоже выполнены по периметру из силикона Обращайте на это внимание Это уже скажем так Правило дурного тона Если вы видите что вам во внутренний угол Делают обычную цементную затирку Сразу же бить по рукам Только силикон Далее кварц винил Положенный единым контуром по всей квартире У нас стыкуется с керамогранитом Через Т-образный алюминиевый клеевой порожек По цвет профиля скрытой двери Откосы сделаны из керамогранита За пилом под 45 Шекформатный керамогранит 60 на метр двадцать И здесь рельефная 3D плитка Посмотрите как над инсталляцией Аккуратно сделан скрытый люк шагма И какого он огромного размера Здесь примерно метр на метр двадцать Вот такая вот грамина Которая весит очень много килограмм При этом эти люки никогда не провисают На них даже можно еще дополнительно висеть Открываются они одним нажатием Открываются они одним нажатием очень легко Также открываются И вот прямо видно что люк огроменный А стык аккуратненький и ровный Такое себе могут позволить только люки шагма Потому что все алюминиевые люки Они сразу же провиснут Даже размером 60 на 60 Как показывает практика Через 2-3 года он уже цепляет нижнюю плитку Но наши заказчики пошли дальше Во-первых они поставили поворотный полотенцесушитель С терморегулятором Это мега практично Забудьте про воденные полотенцесушители Это зло У них огромный шанс протечки И вы на них не будете датчики протечки ставить Электрические безопасные Работают круглый год И как видите бывают поворотные Так вот здесь поставлен поворотный Почему? Потому что смотрите Еще один скрытый люк шагма За которым спрятаны все рыльно-мыльные принадлежности И разная бытовая химия Насколько это классное решение А снизу сделали Посмотрите нишу И туда поставили корзину для грязного белья Насколько все это практично и классно Естественно есть гигиенический душ Со смесителем Не забываем кстати закрывать гигиенические души Кстати вот Прикиньте Потек смотри Под давлением да Я когда снимал видео его не закрыл Смотри Вода Офигеть Так вот посмотрите видите вода Если вы гигиенический душ оставите под давлением Мало того что остатки воды могут вытекать из лейки видите То вот эти вот резинки которые от руки закручены Могут частично протекать у вас Поэтому Когда вы пользуетесь гигиеническим душем Всегда его закрывайте Потому что это мина замедленного действия Если у вас нет датчиков протечки Вы просто можете через гигиенический душ Залить свою квартиру и все остальные Только что снимали ролик просто Что нельзя оставлять И сам же оставил пока снимал Поэтому очень осторожно с гигиеническими душами Под давлением их не оставляем Мало того перед тем как его оставили Лучше еще и давление спустить Потому что если вы просто перекрыли Там все равно остается давление И потом все это может вытечь вам на пол Так продолжим Перед вами самый офигенский Самый практичный вид раковин Со столешницей Это искусственный камень Акрил И где раковина литьевая встроенная в столешницу Ничего практичнее быть просто не может Представляете как легко здесь убираться А если еще вместо обычного смесителя Поставить айбокс И стены Вообще прям уборка станет удовольствием Кроме того Такие раковины Идеально встраиваются в три стенки Потому что делаются на заказ По размеру Если у вас прямые углы Здесь все подрезается ровно И буквально тоненькая полоска силикона И у вас мега практичная раковина Также посмотрите как классно За качество придумала сделать нишу Из металла декоративную И вот здесь еще ящик Тоже с кучей полезных полочек Зеркало с подсветкой Брашечка По-моему вообще прям санузел Топчик-топчик Мне очень понравился он Не забудьте подписаться И поставить палец вверх Это очень поможет нам в продвижении Теперь мы вернулись в кухню гостиной С которой у нас началось видео Здесь у нас с вами кухня В прикольном зеленом цвете И акценты на красных стульях и диване Фасады здесь выполнены из эмали Столешницы ДСП Здесь немножко заказчики сэкономили Но в целом так как столешница разрывается По сути вот этим вот монолитным столбом Либо это виндкороб То в целом здесь никакого стыка нет Поэтому почему бы и нет Дальше раковина из искусственного камня Классный дозатор Смеситель сразу со встроенным фильтром Далее обратите внимание Что была сделана декоративная штукатурка Как основной покрытие стены И фартук сделан не из керамогранита А из прозрачного стекла Обратите внимание Что заказывайте когда такое стекло Не берите ни в коем случае обычное У обычного стекла есть зеленый оттенок Вам нужно выбеленное стекло Иначе все это будет вот Каким-то таким зеленым цветом Это очень практично получается Легко моется Но есть небольшой минус А качество нам на него указало Вот сюда вот каким-то образом залезли две мушки И они там сдохли И теперь их трупики вот здесь вот На самом видном месте Мозолит глаза И чтобы эти мушки достать Надо раскрутить вот эти саморезы Снять розетки Здесь снизу еще сделан силикон Снять силикон Все это демонтировать Оттуда их убрать Снова закрыть И не факт что их товарищи не придут Тоже там не сдохнут Естественно здесь есть посудомойка За качество хватает 45 Я лично считаю что надо брать 60 Много очень практичных полочек Сверху обратите внимание Полочки сделаны с подсветкой Там стоит красивая посуда Кухня выполнена до потолка Также мне очень нравится Вот эта вот металлическая конструкция С ДСП Внутри очень классно смотрится Видите здесь как прикольно Можно поставить цветы Кругленький стол Это натуральная столешница кстати из дерева Здесь у нас стена выделена Декоративными 3D панелями с подсветкой Потолок здесь сделан из гипсокартона Почему? Потому что в этой квартире Внимание Есть самый настоящий камин С настоящими березовыми дровами Это очень круто Сразу же опережу хейтеров Никто здесь не нарушал закон Это дом трехэтажный Многоквартирный И здесь сам застройщик предусмотрел На последнем мансардном этаже Вот такой вот камин Заказчики этим воспользовались И сделали такую красоту Мы сформировали нишу Из огнеупорного гипсокартона Сделали нишу под телевизор Под саундбар Под вентиляцию Обшили вот таким вот образом камин Плинтус видите не прерывается с подсветкой И все это отделали декоративной штукатуркой Очень практичный Поэтому ее сложно поцарапать Она легко моется И внимание Очень классное решение Посмотрите Вот здесь находится Скрытый люк шагмы Еще один Уже третий люк я вам показываю И здесь ниша Где есть полочки И внимание Сюда убирают швабру Сюда убирают сушилку для белья Стремянку И гладилку Все сюда влезло Представляете Вот так вот в нишу Спрятали По-моему очень классное решение И опять таки Непривисающий люк шагма Просто Выручил в данной ситуации Ну и спасибо нашему заказчику Он настоящий Фанат клана шагмы Да кстати Как видите У меня татуировка шагмы Это настоящая татуировка Потому что я Один из ее руководителей И Участвовал в ее продвижении Создании люков И Благодаря моему блогу Как раз таки мир о них узнал И сейчас это очень крупное производство Также Лабремонт Моя компания Тоже здесь У меня татуировочка Видите А на этой руке у меня татуировки Моих детей Сережа, Лева и Сонечка Вот Такие у меня Загоны Далее На полу Также уложен кварцвинил А в зоне камина Лежит Керамогранит Потому что Кварцвинил просто не выдержит Эту температуру Это надо учитывать И сделан Алюминиевый Такой Т-образный Клеевой порожек Вот здесь у нас с вами Получилась классная ниша Куда встроили полноценную Мебель здесь находится Микроволновка Далее Холодильник Встроенный полностью до пола И Внимание Рядом Отдельная Морозильная камера Это вообще решение Топчик Потому что Когда вы покупаете Встроенный холодильник Вот этой вот маленькой камеры Она там еще обрезанная Морозильной Просто Не хватает Поэтому если есть пространство Делайте отдельно Холодильник И отдельную Морозильную камеру А это Фасады сделаны Из натурального шпона На кухне у нас Не установлена дверь Стоит арка Отделанная Добором с наличником Под стиль Входной Межкомнатных дверей Теперь входим в шикарную спальню Площадью Примерно около Наверное 12-14 квадратов Здесь все сделано Обоями Под декоративную штукатурку И вот такая вот классная фреска Видите у нас мансарда На потолке натяжной потолок Натяжной потолок Сделан после мебели Поэтому теневой шов У нас сохранен Также Встроенный шкаф Красивого цвета На подиуме И скрытый принцесс Проходит полностью На полу Кварцвинил На обои Очень практичные Под декоративку Всем рекомендую Такие флизелиновые На них стыков вообще не видно Классная кровать Лайфхак Смотрите С виду как тумбочка На самом деле Еще одна корзина для белья И посмотрите на это зеркало Это зеркало Является Скрытой дверью Можете вот так вот заказать Не надо Если Особенно нет пространства Вешать отдельное зеркало Пожалуйста Полностью Видите себя От ног до макушки И здесь Находится Второй санузел Здесь заказчики Почти отказались от плитки Плитка сделана Только над раковиной Рельефная такая Зеркало со скрытой Подсветкой Все остальное В покраске Раковина из искусственного камня И это идеальный вариант Для встраивания В три стенки Посмотрите как аккуратно Все получилось В покраске Уже после отделки Заказали Раковина встроенная Мега практичная Легко моется И все Очень аккуратно смотрится А вот здесь Внимание Не многие видели Такой материал Это алюминиевые панели На них наносится Принт Видите Минимальные какие-то стыки И здесь Четвертый люк Шагма Вот таким образом Открывается Здесь полочки С равномыльными принадлежностями Люк уходит У нас здесь Внутрь стены Поэтому Примыкание Максимально симпатичное Посмотрите Видите Вот он уходит Внутрь стены По технологии Все очень аккуратно Смотрится Все это легко Открывается Эти панели Не боятся влаги Легко моются Убираются Вот такое классное решение И потолок тоже уже сделан После них Поэтому теневой профиль Идет по всему Периметру А это вентилятор Также посмотрите Какие огромные окна Сколько попадает света В спальню И как сделан Карниз Под углом сделаны шторы Здесь еще один карниз За который цепляются шторы И все это также На карнизе двигается Откосы сделаны Из гипсокартона Под покраску И аккуратное примыкание Обоев И покраски Вертикальный стальной Радиатор Красивый черный Под общий стиль А теперь переходим В детскую Это детская Довольно большая Мне кажется Она квадратов 16 Может быть даже 18 Довольно большая кровать Вечная мебель Сделана из металлокаркаса То есть это металлическая Профильная труба Внутри которой Ставлены полочки Из натурального дерева И столешницы Из натурального дерева Также вот здесь Вот в нише Получается Находятся такие же Открытые полки Из металла И дерева Вот здесь вот У нас идет выступ С телевизором И интерьерными рейками И как раз За ним находится Встроенный шкаф Который вы видели в спальне Очень классно смотрится Зеленые обои На них приклеены рейки Снизу Идет также Полностью по всему периметру Подсветка Плинтус с подсветкой Потолок также натяжной С интересными светильниками Современными Обои Флизелиновые Рельефные Метровые Стыков вообще не видно И еще установлена Вот такая вот стенка Посмотрите Шикарнейшая детская И даже вот сюда Посмотрите Под наклонный потолок Встроен шкаф Таким образом Здесь находится Радиатор тоже черный Подоконник И столешница На котором много растений Очень классная детская Здесь реально вырастет Крутой парень Очень много свободного Пространства Посмотрите Мне в детстве оставалось Только мечтать о таком Я вырос за 9 квадратов Со старшим братом Который на 9 лет мне старше Итак Друзья Мы закончили обзор Для того чтобы еще больше Увидеть видео Вы можете перейти в мой Телеграм Или в инстаграм Я оставлю ссылочки В описании Потому что там еще больше Видео И все на мелочи разбито А теперь о стоимости Многие вещи здесь Были куплены до подорожания И заказчик сказал Что весь этот Ремонт Под ключ Со всеми работами Материалами Мебелью Вышли не менее 7 миллионов рублей Если сейчас Добавить сколько Нынешние в 24 году Цены стоят То такая квартира Под ключ уже будет стоить 9 А может быть даже 10 миллионов рублей Это все работы Вся мебель Все материалы Все черновые материалы И прочее К сожалению цены растут Просто до заобычных небес С сантехниками Вопросов нет С электриками В принципе тоже нет Вопросов Какой прораба С электриком Вот последний Который делал Чистовые Вот эти вот Розетки Выключатели С ним был вопрос Потому что То ли у него не было Схемы Где что должно быть Потому что Когда отделку сделали И что-то заклеено было Как бы И он не увидел И в итоге Мы его там Ставили сами Захолодили А обоими было заклеено Ну там Это вот Материал этот По которому Штукатурку клали Как бы За Вот этими Системой За всей За этой Тоже не были прорезаны То есть ребята Типа мы должны Ну приехали собирать Кухню Выяснилось Что там Розеток нет В принципе Я говорю как нет Они точно есть Я видела Коробки стояли Вот Ну и потом начали Как бы искать Я ему на схеме показала То есть вот Какая-то там была нестыковка То есть у него не было Видимо схемы Они Евгения его звали? Электрик был последний Да Наверное Мужичок такой взрослый уже С большими глазами Такими навыкать немножко Ну да Евгений Почему-то у меня Сергей крутится Но возможно Евгений Возможно Сергей это был другой Вот Первый Первому вообще нет вопросов Который разводку делал Виталий по-моему Виталий Виктор может Или Виктор Виктор Вот с ним вообще как бы ничего Никаких Плиточник Плиточник Я на него просто молюсь Как бы Он мне очень многие вещи Как бы прям вот Смотрит вперед Условно То есть там где даже Я не успела еще Подумать Он мне Вот тут вот будет вот так Вот так годится Или не годится Ну и то что он делал Как бы в ванной Конечно Я такого не видела Я такого еще не видела Таких чудес А в целом прораб Как? С прорабом нормально все Воживание было Да По чистоте вообще в квартире Уборка Парадная Здесь вопросов нет Абсолютно Ни по парадной Ни по квартире Всегда Все в порядке Всегда чисто Мусор собран Вообще Никаких нареканий Абсолютно Ну в целом То есть основная претензия Сейчас это затянули По срокам Ну по срокам Да Больше получилось Чем хотелось бы Немножко долго На мой взгляд Возводились стены И то потому что Работал один мастер Я так поняла Потому что сколько раз Мы приезжали Он всегда был один Естественно Это как бы не Все не быстро Ну плюс у нас еще Квартира все-таки Немножко отдалена Ну может быть Если кто-то живет Например на Парнасе Сюда ехать Ну это понятно Нормально часа полтора Сам факт Что как бы Вот с этим Вот первый этап Был самый такой Затянутый Ну на мой взгляд Потому что все остальное Стало как бы Несколько быстрее Ну в целом Это основная наша проблема Что мы не укладываемся В сроки Я это признаю С этим не спорю Ну видимо Это у всех такая проблема Особенно в Питере Так точно Ну один мудрый человек сказал Пусть лучше вас ненавидят Два месяца за сроки Чем всю оставшуюся жизнь За качество Нет это С этим я согласна абсолютно Как бы здесь вообще Вопросов нет никаких Вот Но просто я к тому что Если человек живет Условно В своей квартире Как бы И просто расширяется Как бы Или делает квартиру Условно там Будущим поколением Или кому то Ему эти сроки Как бы не принципиальны Я спрашивала Именно потому что Мы жили в съемной квартире Мне очень хотелось Оттуда съехать И поэтому Срок для меня Как бы вот Ключевой точкой Но Получилось Как получилось Наверное Я всегда на связи Пять лет гарантии Вы это знаете Надежно И качественно Уже хорошо Самое главное Вы знаете что вы нам в ближайшие пять лет Всегда можете позвонить Да даже и больше И мы всегда отреагируем Спасибо Спасибо вам огромное Спасибо Друзья Всем пока Это был настоящий отзыв Спасибо вам Говорите блин Я заслушался Как вы говорите Все записалось? Да Друзья Вы не поверите Но именно на этой квартире У Елены У меня открылось второе дыхание Именно здесь я перезапустил свой блог Начал снимать в новом формате В результате решил Свой блог 650 тысяч подписчиков в инстаграме закрыть И запустить его заново Потому что там Куча подписчиков есть Но они не заходят в инстаграм Из VPN И именно здесь И отсюда у меня пошли идеи Начать заниматься Созданием интерьерных вещей из металла Потому что я увидел Как у Елены все это сделано И в ближайшее время Вы увидите кучу продукции Надеюсь даже Елена позволит ей подарить часть Я сам приеду Лично восстановлю Например скрытые крючки Очень классно выглядят Вот так вот друзья Очень душевный обзор получился Елене спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok